Ну что ж, собрались вот в очередной раз Да, давно не собирались Погода нынче хорошая стоит Заехал вот во вкус Вилл Приобрел напитки нам на потеху А напитки ревортовские, про которые мы уже рассказывали Ровненько, да, примерно? Ну, да, нормально Значит... Клубника, роза Все как во всех нормальных вкус Виллах Значит, вообще, это у нас аналог Дрим Это имперский кислячок с розой, личи и клубникой Я не личи, не чувствую роза И числостит, клубника кислит Роза ароматику дает Ароматику дает По мне, здесь вот он не сильно кислый Не сильно кислый, клубника, клубничная кислота Совсем не... Ну да, вот сейчас такая клубника, как бы, да, что ты ешь И она такая, ну, ароматная, но такая... Божественная, божественная Вот это чувство натуральное А импортное, которую залили всякой гадостью Эта гадость идет внутрь организма нашего В общем, мне это не нравится Ну, то есть, ну, вроде, вот нету этой вот оскорбиновости Мне вообще ничего не нравится, сэр Зажрался ты просто? Я не зажрался Сколько там градусов-то? Я как-то научился ценить вот эти все штуки Нормально там 6,9, 7 оборотов Да, их... Это я люблю Их не чувствуется абсолютно ни одного оборота Вот, но само пиво скучноватое по мне Совершенно скучное Ой, скука это... Вчера, царь! Сегодня царь! Каждый день все царь за царь! Маловато Личи, где здесь, где здесь личи? Роза, ну, что-то вначале Есть роза? Как вот розовая вода раньше была? Ну, вот оно такое какое-то вот чуть... Нет А тебе надо, чтобы прям вообще, что ли, прям Чтобы совсем-то весь там был глухал, как баба какая-нибудь Некий опрос проверил Народ-то больше всего тяготеет к лагерю и стауту К лагерю мы знаем, что тяготеют вообще в этой стране Мы зимой перейдем, наверное, на стауты И даже, может быть, и на портеры перейдем И вообще, давай допивать это... Ну, не знаю, мне нравится, давай оценки расставлять А я пока покатаю и подумаю Сперва надо придумать жанр С каким это жанром ассоциируется И в любом случае... Да оценку поставь и... А, оценка, оценка это... Сейчас скажу оценка... Ну, да... А, да, ну не... Ну, 3,5 максимум Скорее... Да, 3,5 3,5 Не, мне понравился этот кисляк Я бы ему поставил 4, а ассоциация ассоциируется у меня... Ну, понимаешь, это очень... Тонко, тонко, абсолютно, абсолютно Это на кончиках пальцев У каждого ассоциации могут быть свои Но, чтобы просто было понятно Моя ассоциация именно вот с этим кисляком Это... Короче, я когда буду монтировать, я найду И у них песня была «Пурке» 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 может быть, почему? Ну, да... А я у меня тоже... Я не знаю, почему всплыло Я в свое время слушал Давным-давно это было Поганый арт-рок Прямо переслушал весь вообще поганый арт-рок И... Манфред Мэн То есть, что-то не то, не сё Но там разные, конечно, песенки у них Манфред Мэн Поганый арт-рок Ну, мы крафтовые хулиганы Мы можем позволить себе... Немножко похулиганить Ну, да Мы, значит, продолжаем вот эту вот историю Из вкусвила Это пиво из вкусвила Да Специально Кстати говоря, цены там не пидорские Несмотря на то, что... Несмотря на то, что... Весь вот этот вот шлейф... Ажиотаж, ажиотаж, да То есть, очевидно, что вкусвилл Под видом продажи товаров Занимается пропагандой Квир-сообщества О нигерии с грибами И любимый продукт Хумус Для многих людей Теперь вкусвилл закрыт навсегда Их хайп... Мне кажется, это был просто... Ход какой-то коммерческий Хорошо продуманный хайп, потому что... Ну, они так, просто зная В какой свободной и прекрасной стране мы живём Они ступили на... Да, вот как ты говоришь, скользкую дорожку То есть... Ну, смотри, у меня есть одна подруга Точнее, друг Точнее, подруга Ну, короче, там не поймёт А она лесбиянка же, наверное? Да Вот Она сказала, что вкусвилл больше ходить не будет Ага Ну, в принципе, за это можно и уйти Давай, давай, давай мы много говорим И мало употребляем А мы же собрали... А все же хотели посмотреть, как мы пьём Роскош Ваше здоровье А ты петь оперным голосом не умеешь? Не умею Обратительно К вопросу об ассоциациях Прямо прямая ассоциация с Филиппе Джаруске Ну, там как бы увидите, кто это, чего это У тебя вот это вот Да Ты хоть расскажи, что тут налил-то вообще Что мы пьём-то? Вот, во-первых, это Мексика Это кактусы И здесь реально... На послевкусе имеется Не на послевкусе, а на основном вкусе На основном, по-моему, как раз такой легкий гранат Сразу чувствуется... А там ещё гранат, да? Угу Простите, глоточек сделал Пункт граната я Ну, разбавленный, как бы, в 7 лет ниже В общем, я здесь граната не чувствую, но зато кактус чувствуется Я просто пил какие-то кактусовые, будучи в Мексике И, соответственно, у меня с этим связано множество романтических историй И сразу вот Филиппе Джаруски Да Романтические истории из Кусвилла Из Мексики А! Ну да! Предыдущий мне показалось немного... Прям вот в теле Опять же, тело что создаёт? Вот те 6,9 А здесь прям самое вот прям ощущение водянистости за счёт того, что здесь всего 4 алкоголя То есть это вот такая летняя, конечно, штука Сейчас прям реально жарко Я чувствую, что я сейчас тут как бы растекусь А этот холодный напиток мне не даёт это сделать Зато дают, зато дают вот эти вот 7 градусные Они прекрасно дают Ну да, ну здесь-то 4 Растечься То есть если бы получается не жара Я бы никогда в жизни за что-то там дороже 200 рублей 4-х градусные и не взял бы Ну чисто потому, что из-за жлобизма такого как бы А-а-а... Летом же зачем крепкие 7-градусные напитки? Запросто. Вообще прям запросто. А мне как раз здесь тела хватает. Мне как раз в предыдущем не хватало тела. Ну, вернее, хватало. Предыдущий напиток был скучный. Слушай, не знаю, я там разложил... По сути дела, разложил и на розу, и на личи, и на клубнику. А я не прочувствовал ни одного, ни второго. Может, у тебя коронавирус? Может, ты просто ничего не чувствуешь? Я завакцинировался, и у меня очень много антител. Можешь ими прям делиться. Чувство, что это такое? Это телами делиться, а не антителами. То, что ты сейчас показал. Я ничего такого не показывал. Ничего не показывал. Ну, понятно. Да, и надо сказать, что, имея вот этот вот гребаный QR-код, очень вольготно сейчас, прямо вот так чувствуешь себя, как... Элита. Где-нибудь, знаешь, в Германии, в году 42-м, где-нибудь. Да-да-да, точно-точно, да. Пустой ресторан. Можно музыку какую-нибудь заказать. Маршевую, да? Тебе подносят, как бы, там, блюда. Музыку машек какой-нибудь. Это надо... Это время и это ощущение надо ценить. Так что, если кто любит эти дела все, то может очень быстро вакцинироваться и бежать в ресторан, гонять халдеев туда-сюда. Наливай, мать. Еда, мусгоемство какое-то. Воды, воды, воды. Оценка. Оценка. У меня также четыре оценка. Как бы, я бы ее снизил за отсутствие градуса, который я люблю. Но, с другой стороны, действительно, жара. Нафига этот градус? Вкус прекрасный. И гранаты есть, кактус есть, свежит, бодрит. Если бы нет, то сейчас бы уже упал туда. И передачи бы не произошло. Фу, вот это настоящее пекло, скажу я вам. И конца этому не видно. Легкий, приятный, я четверочку ставлю. Ну и да, есть ассоциация. Вот прекраснейший саундтрек. Опять же, название команды, не помню. Я уже перестал за этим следить. Саундтрек к фильму Breaking Bad второй сезон. Продолжаем наш выпуск крафтовых хулиганов. Ну и разговор в том числе мы продолжаем. Ну и сейчас у нас... Очередная вкусвилловская новинка. Пэшн муд. Пэшн муд саурель with пэшн муд. Да, предыдущий был кактус муд. То есть это классический. Ну маракуйя, это вот чаще всего маракуйя. Да, в кисляках сейчас чаще всего манго маракуйя. Но вот в данном случае маракуйя чистая одна. Маракуйя чистой воды. Так, я надеюсь, не воды все-таки, а какое-то тело. Ну надо пробовать. Надо пробовать. От предыдущего отличается вкусом. Вкус пэшн фрукт. Что еще сказать? Да, классика. Классика. Классический, приятный, хороший, кисленький. И в общем-то я могу оценку даже вот сразу сказать 4. Твердая четверка. Было 4, и тут тоже 4 по сути. Ну они разные, там кактусы здесь, это да. Хочется так, тут так. Сейчас вот солнышко потихоньку скрывается, то было 4 оборота, сейчас уже 5. Следующий будет, а вечером. Что? А потом еще немного. Еще немного. Пока, увы, совсем ничего не осталось. Ничего, ничего. Там есть специальные люди, специальные люди и специальные тусовки. И в общем-то я пользуюсь случаем, я этой тусовке запали, запали контору. Даже привет передам. Это не буду палить контору. Это клуб сяо-катоводов. Еее. Типичный посетитель и вкус вилл. Лучше... Кто? Клуб сяо-катовод? Да. Здоровую пищу любят. Да. Да. Именно. Это что, блядь, за пропаганда? А я хочу сказать то, что кисляк... Многие-то говорят, что это никакое и не пиво вовсе. Это эль. Эль. А говорят, нет, компот, говорят, это какой-то. Они считают, что вот эти кисляки, это, блядь, это не пиво, это... Что это такое? Соответственно, это чаще всего это приверженцы и любители лагерка. Лагерка. 8 градусов охоты и 8 градусов вот такого пива. Что называется, почувствуйте разницу. А потом какой-нибудь депутат скажет, типа, попробуй. Говорит, нифига себе, 8 градусов. А вдруг это мой сын выпьет или Барри Алибасов, как крота? Запретить? Запретить, нахер. Пиво, значит, все вот это дерьмо, которое продают, запретить. Вот то, что продается вот это вот все рекламируемое, это пить нельзя. Это поило вообще, это моча газированная. Мочу запретить. Газированная моча гомосеков. И вкус виллы все закрыть. Тем более у них там вот пропаганда ЛГБТ. Они, правда, извинились. Теперь ни ЛГБТ, ни патриоты туда ходить отказываются. А мне кажется, что наоборот хайпанули по полной. И ничего у них там не уменьшится. Еще вот цены бы они там уменьшили. Там и так цены не пидорские. О чем мы уже неоднократно заявили. А, не уменьшили цены, а цены бы опустили. Опущенные цены. Да, да. Ходить, то точно ходить туда не надо. Кстати, пора выставлять оценку. Ты уже сказал 4. Я тоже соглашусь, что это четверка. То есть, как и предыдущая. Ассоциация. Мюзикл ассоциейшн. Етайп мне что-то как-то в голове вертится. Ну, в России вообще любят вот эту всю историю. Как бы вот. На здоровье. У меня ассоциация, не знаю. Ну, то есть, классика какая-то. Ну, приятная классика. Надо эстетики побольше. Рояль. 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 И тенор. Контр тенор. Ну, в общем. Роскошные. Надо больше роскоши. Бедный конь улыбал. Не бегом, не бежал. Вот и царский двор. Здесь ссорится и царь. Успеши, государь. Близко не другие. Так, ну, чего мы снимаем? Да. А чего мы снимаем? Реорд, который попал, как бы, грешным делом во вкус Вилл. И стоит нормальных, хороших, приятных денег. Это гёзе. И кисляк, и гёзе. Саур, гёзе. With passion fruit, pepper and salt. Я ждал вот этого пива. Будем здоровы. Расскажи людям, почему перец, почему соль. И как это вообще можно фрукты солить. Сейчас я расскажу одну секундочку. Я проверю, всё ли на месте. Хватит, хватит эти звуки издавать. Природные. Вкус вилловский. Лезвозвуки. Короче, это очень интересная гёзеха. Чем она интересна? Перец. Вот, вот, вот на кончиках пальца. На послевкусие. Прям пальцами в пиво такой, эээ, поболтал. Хорошенечко так вот болтыхаем. Вот, вот, о, всё же. Нет, 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 нет. Она вот очень тонкий, тонкий, аккуратный элемент вот остроты. Именно, именно, именно. Да, да, на кончиках пальцев. На послевкусие. Почему пальцев-то? Где ты, где ты видел, чтобы кто-то пальцами в перечницу макал? На конечке ножа, можно сказать. Ну, что ты, господи. Тут же люди приличные собрались. Жужа, да это ведь оно? Так, господа, кто его сюда пустили? Эти три с половиной человека, которые смотрят эту трэш-программу, вы приличные люди? Ха-ха-ха. Ну, окей. Они вообще считают, что в пиво перец, да ещё им какую-то муракую, им туда. Ещё и соли туда. И кончики пальцев, да? И кончики пальцев, вот так вот поболтать, ещё можно. Ещё и лебеды. Ещё и лебеды. Вкус великолепен. Меньше двухсот рублей, надо сказать. Великолепен. Чуть присолено. Чуть, чуть кислинки. Даже немножко, немножко сладости. Ну, вот чуть-чуть. То есть вот, а что делает продукт вообще, какое-то блюдо вкусным, чтобы всё было? И там, и чё... Ну, вот всё, что я сказал. И тогда это класс вообще. Тогда это круто, когда оно и кисленькое, и сладкое, и солёное, и острое. И, может быть, даже немножко горечи не помешает, но немножко. Это искусство, ребята. Это искусство. Искусство, Кончита, требует жертв. Кстати, к этому надо привыкать, к этому надо приходить. Вот когда в 90-х продавался Uncle Ben's, паста такая какая-то, паста, ну, соус Uncle Ben's. Знаменитая такая была. Это прям звуки из прошлого. Ну, вот. И мне казалось дикостью, как можно ананас использовать в готовке, вообще там, или сливы там какие-то в готовке, ну, блюдо таких. Сливы, сливы от кемали. Или инжир там, например. Инжир, инжир. Это итальянский, например, короче, есть салатики великолепные. Инжир, черри, бальзамик, травка вот эта вот там, базилик либо что-то. И все, и там, по-моему, больше и нет ничего. А инжир теплый. Инжир теплый. Я же не об этом. Я об том, что читал, и как многие тоже читают, наверное, до сих пор. Фрукты – это фрукты, овощи – это овощи. И миксовать их нельзя. Кто-то шоколад с пивом, кто-то… Да, как можно в пиво шоколад насыпать вообще. Оценочку. Это я мечусь между 4,75 и 4,5. 4,75. Ну что не дотягивает? А, это пятерка? Так, грань. Ну, все-таки это острое пиво. Ну, чуть-чуть острое, которое каждый день пить не будет. Ну, то есть оно не… Как это? Питкое, но не дриское, да? Вот. Что-то не хватает. Ну, всегда хочется чего-то, чего-то еще. Хочется чего-то еще. Я пока не знаю… Чего? Поедешь туда, не знаю куда. И привези мне оттуда что-нибудь такое, ну, не знаю, что-нибудь диковинное. Ну, вот так получается, крафтовая история, она еще хороша тем, вообще, вот, в вовлечении в эту вот всю, как бы, каталасию, что ты каждый раз берешь, как бы, новое, какая-то некая угадайка. Вот это вот не каждая. А это мы уже, как бы, пробовали. И поэтому повторная проба того же экземпляра, она, как бы, уже, ну, добавляет небольшой элемент скуки такой. Хочется чего-то нового. А ты бухай, так сказать, не раз в день, а раз в месяц. И у тебя, короче, баночка крылы от ваги, а то и лагерь какой. Знаешь, как заходить будет? О-о-о, ты… Стой один способ, как полюбить охоту крепкой. Ну, че? Охота, ну, вот, боюсь, вот, вот это одно из немногих напитков, которое я никогда не смогу полюбить. Реновое пиво! Реновое пиво! Реновое пиво! Эй, эй! Вкусвиловская тема – это четверка, чисто, как бы. Там, понятное дело, что от четырех до пяти – это какие-то изысканные интересные штуки. Здесь все хорошо, но уже, как бы, интерес есть, но он проходит после многократного повторения. Но за эту цену можно повторять многократно. Слушай, во вкусвилл такая цена в другом месте, он там будет не 200 стоить, а 250. Мы сейчас говорим в том числе и про вкусвилл и подвергаем его обструкцию. Почему? Нет, не обструкции, а анализу. Я лично никаких оценочных суждений по поводу вкусвилла, кроме того, что они, как бы, хайпанули. Запишем, что у тебя не оценочные суждения, а у меня оценочные суждения. Замечательно хайпанули, как я считаю. Ну, как Хованский, он тоже хайпанул. Давай, берем собаку. Ложиться на пол. Прути назад. Прути назад. Все. За голову. Хованский хайповал и, так сказать… Еще когда это не было мундстримом. Как это… Да никак не выхайпановал, короче. Хайповал, хайповал, да не выхайповал. Наркотики, вспоминай, хорошо. Есть? Да нет. Не должны быть. Ну, у нас иногда, когда кто-то приносил, может, что-то осталось, но сейчас не думаю. Да, но в любом случае, для его 35-летнего организма, у которого уже печень опаливается… А 35 лет? Да. То есть это вот… А выглядит на 50. Да в том-то и дело, что, может быть, это небольшая чистка организма, несколько там месяцев, она продлит ему жизнь. И он с новой силой может полюбить охоту крепко и уже… И об этом расскажет. Он, кстати, тоже любит снимать подобные блоги. Он подобные снимает, а мы снимаем бесподобные. Роскошный, лакшери, лакшери-блогинг. Я вас умоляю. Я тебе точно говорю. Крафтовые хулиганы. Е-е-е-е!